Июль 1776 года Джентльмены, декларация, принятая представителями Соединенных Штатов Америки. Когда ход событий приводит к тому, что один из народов вынужден расторгнуть политические узы, связывающие его с другим народом, мы исходим из той самоочевидной истины, что все люди созданы равными и наделены их творцом, определенными неотчуждаемыми правами, к числу которых относятся жизнь, свобода и стремление к счастью. Для обеспечения этих прав людьми учреждаются правительства, и что все политические связи между ними и британским государством должны быть полностью разорваны. По иронии судьбы, человек, возглавивший революцию в Америке, чуть было не погиб, сражаясь за Британскую империю двадцатью годами ранее. Накануне битвы Джордж Вашингтон не мог не вспомнить ту первую войну. Не проходило года, чтобы я не вспоминал наше поражение в Медоуз. Держите строй! Держите строй! И на берегах Мононгофилы. Это была война, сделавшая его лидером, франко-индейская война. Но в тот день, когда все началось, в действиях отца Отечества не было ничего героического. Вашингтон получает приказ вытеснить французов со спорной территории, если потребуется с применением силы. Он не знает, что эти французские солдаты выполняют дипломатическую миссию. Англичане! Горячий молодой майор не тратит время на выяснение целей французов. Огонь! Так Джордж Вашингтон впервые ощутил вкус битвы. И ему понравилось. Клянусь вам, что слышал свист пуха. И в этом звуке есть что-то завораживающее. Стойте! Не стреляйте! Не стреляйте! Не стреляйте! Индейцы, союзники Вашингтона, отрезают французам путь к отступлению. И те через несколько минут сдаются. Их офицер ранен. Это лейтенант Жозеф Кулон-де-Вильер Дежимон-Диль. Он курьер с письмом от командующего. Я не говорю по-французски. Согласно тогдашнему этикету, Вашингтон несет ответственность за безопасность раненого француза. Но вскоре он понимает, что здесь, в лесу, действуют совсем иные законы. Ты еще не умер, отец мой. Оказывается, у индейского вождя по прозвищу Полукороль свои планы. За несколько минут его воины подвергают разграблению французский лагерь и снимают скальпы с раненых и убитых. Резня совсем не тот исход боя, которого ожидал Вашингтон. Он даже не мог себе представить всех последствий случившегося. Этот инцидент станет поводом для полномасштабной войны за Северную Америку, которая вскоре охватит весь мир. Мы называем ее Франко-Индейская война. Война, в результате которой возникла новая нация. Это рассказ о войне, создавшей Америку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Война, создавшая Америку Эта программа создана при участии фонда Ричарда Меллана, благотворительной организации Хайнса Эндоумент, фонда Иденхолл, Национального фонда поддержки гуманитарных наук и других организаций. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ запустить такие важные исторические процессы, нам придется вернуться во время, предшествующее этому нелепому бою, и посмотреть, какова же была расстановка сил, приведшая к войне. Первая серия «Спорная земля». Продюсер, режиссер и автор сценария Эрик Стендж. Весна 1752 года. За два года до сражения Джорджа Вашингтона в лесу. Из его родной Виргинии в Пенсильванию стали приезжать спекулянты и уговаривать местных индейцев продать свои земли. Река Альгений, западная Пенсильвания. Они стремятся укрепиться в одном из самых оспариваемых регионов Северной Америки. В 1750 году Британия владеет восточным побережьем, а в Канаде и долине Миссисипи закрепились французы. Между этими двумя империями лежит гигантский лакомый кусок под названием Долина Огайо, по территории равная Франции и почти незаселенная. И Франция, и Британия нацелились на один конкретный пункт – место слияния Мангахилы и Олегении, известный как «Развилка Огайо», там, где сейчас находится город Питтсбург. Но «Развилку Огайо» не так-то просто заполучить. Индейцы считают эту землю своей. Ее нельзя ни продать, ни обменять. Но в регионе есть один вождь, готовый к переговорам – полукороль. Тот самый человек, что двумя годами позже сыграет важную роль в судьбе Джорджа Вашингтона. Не забывай, что любой знак нашей дружбы с англичанами не ускользнет от внимания французов. Но французы слабы, а англичане дают нам товары, когда наши охотники приносят шкуры зверей. По традиции, перед принятием важных решений, индейцы просят советы у пожилых женщин. А ставки полукороля в этой игре весьма высоки. Большинство местных племен поддерживает французов. Однако британцы не скупятся на товары в обмен на пушнину. Союз с Британией мог бы поднять его авторитет. Опасная игра. Но у полукороля выбор небогатый. Его народ – беженцы, которых вытеснили с родных земель на востоке межплеменные войны и переселенцы из Европы. Болезни выкосили большую часть племени. Оставшиеся три тысячи человек обрели новую родину в долине Огайо и ревностно защищают ее. Но теперь, когда с севера напирают французы, а с востока – англичане, полукороль понимает, что надо как-то приспосабливаться. Почему они стреляют? Не бойся. Это они нас так приветствуют. Вот если они начнут палить в конце Парле, тогда пиши «пропало». Парле. Переговоры между индейцами и белыми – факт жизни пограничных районов. Торговля двигателя отношений. Виргинцы привезли небольшое состояние. Эти предметы – не просто подарки. Европейские товары жизненно необходимы коренным жителям Америки. Регулярные поставки этих нужных вещей играют важную роль в привлечении индейцев на свою сторону. И еще есть вампум – основной элемент любого Парле. Вампумы – искусно сплетенные пояса или бусы с закодированными сообщениями о войне, мире и дружбе. Пока не состоится церемония передачи вампума, никакие переговоры не считаются завершенными. В деле налаживания отношений с индейцами долины Огайо англичанам приходится наверстывать упущенное. За годы афер с землей коренные американцы стали подозрительно относиться к британцам. А французы уже целые столетия торговали с индейцами и воевали с ними боковок. Поэтому для виргинцев это Парле не просто заключение земельной сделки, а попытка заручиться поддержкой индейцев. Полукороль ведет хитрую дипломатическую игру, лавируя между англичанами и французами. Его положение осложняется еще и тем, что в этих переговорах он сам себе не хозяин. Полукороль и его народ – всего лишь одно из многочисленных племен, причем далеко не самое влиятельное. Главная сила на северо-востоке – Иракесский союз, коалиция из шести племен, населяющих север нынешнего штата Нью-Йорк. Онандага, близ города Сиракьюс, штат Нью-Йорк. Иракезы требуют суверенитета долины Агайо и всех живущих там индейцев. Официально они не уполномачивали полукороля заключать договор с англичанами. Поэтому, если он все-таки сделает это, то таким образом заявит о своей независимости от Иракестского союза. Его и прозвали полукороль из-за ограниченности его власти. Но если ему на этом парле удастся заключить выгодную сделку с англичанами, он станет вождем, с которым все будут считаться. Братья, уверяю вас, что король, наш отец, приобретая эти земли, никогда... Почему он так долго говорит? У индейцев так принято. Будет много разговоров, подарков, прежде чем они дойдут до сути дела. Я прошу принять этот пояс в знак дружбы наших народов, живущих вместе как один. Переговоры продолжаются больше недели. Наконец, полукороль дает разрешение ергинцам построить небольшую факторию у развилки. Когда две европейские империи посягают на территорию Огайо, полукороль выбирает, как ему кажется, меньшее из двух зол. Французы завятся на все земли по одну сторону реки, а англичане по другую. В таком случае я спрашиваю, где земля индейцев? Мы живем посередине, и наша земля не принадлежит ни тем, ни другим. Великий Дух отдал этот край нам. Филипп, как сказать «до свидания»? Итак, виргинцы покидают Парле, заручившись поддержкой полукороля. Он будет сражаться на стороне англичан против французов и позволит виргинцам в следующем году построить факторию у развилки Огайо. Последствия решения полукороля в полной мере проявятся только несколько лет спустя. И одно из них, несомненно, французы не отдадут развилку без боя. Одного взгляда на карту достаточно, чтобы понять почему. Французы уже контролируют Канаду и район Великих озер. Построив цепь поселений через территорию Огайо, они смогут связать свои канадские фактории с колонией в Луизиане и таким образом не пускать англичан дальше восточного побережья. Губернатор Новой Франции Маркис Делегрессионьер требует решительных действий. Если не остановить быстрое продвижение британских колоний, они очень скоро превратятся в грозную военную силу на американском континенте. И в этом случае предупреждает Маркис, все французские колонии сдадутся англичанам. Легрессионьер оказался правительством. Он понимал глобальный характер борьбы за Северную Америку. Если французы проиграют, позиции Франции в Европе тоже ослабнут. Для Великобритании ставки были не менее высоки. Если позволить Франции получить контроль над долиной Огайо, британские колонии никогда не смогут расширяться на запад. Поэтому британские власти посылают военную экспедицию, которая должна заставить французов уйти из долины Огайо. И кому же доверено командование этой экспедиции? Никому иному, как 21-летнему виргинцу Джорджу Вашингтону. Выбор Вашингтона не случайен. Амбициозный юноша внушительного роста, с богатыми связями и одержимый стремлением прославиться. Вашингтон сам прокладывает маршрут экспедиции, который ведет мимо развилки Огайо к форту Лебёв близ озера Эри. 500-мильный поход, в который они выступят с началом зимы. На пути Вашингтона находятся французские военные лагеря. Командующий им офицер оказывает теплый прием молодому виргинцу. Но французы ясно дают понять, а они не намерены принимать его ультиматум. В тот вечер он пригласил меня отужинать с ними. Вскоре вино, коим французы угощались весьма обильно, развязало языки. С величайшей любезностью офицер сообщает ему о настроениях французов в регионе. Они сказали, что намерены любой ценой захватить Огайо. И Бог свидетель, они это сделают, ибо хотя англичане способны выставить двух солдат против одного французского, французы знают, что наши действия слишком медлительны, чтобы помешать им добиться своего. Ничего не добившись от французов, Вашингтон в декабре 1753 года возвращается в Виргинию. Его рапорт об этой экспедиции доходит до Лондона, и король Георг II узнает о молодом виргинце, который сделал все, что мог, но не сумел убедить французов покинуть долину Огайо. Развилка реки Огайо, Пенсильвания. Весной следующего года виргинцы решают воспользоваться разрешением полукороля построить факторию у развилки Огайо. Но этому не суждено осуществиться. Почти немедленно французские войска заставляют виргинцев сдать развилку и покинуть недостроенное здание. Полукороль в ярости. Захватом развилки французы унизили его, а неспособность англичан дать отпор французам заставляет его подумать, что он принял не ту сторону. Он вынашивает план мести. И молодой Джордж Вашингтон невольно предоставил ему этот шанс. Вот как Вашингтон устроил засаду на французов и получил первое боевое крещение. Весной того же года 1754-го Вашингтон снова отправляется на развилку Огайо с приказом помочь виргинцам достроить факторию. Узнав, что опоздал, он принимает решение напасть на французов и выбить их с развилки. Полукороль соглашается стать его союзником. Но Вашингтон не в домёк, что у индейского вождя далеко идущие свои планы. Если полукороль спровоцирует стычку между англичанами и французами, его собственное положение в регионе упрочится. Но зачем полукороль пошёл на убийство раненого француза? Это акт мести за унижение у развилки и предупреждение французам. Он знает, что обвинение падёт на Вашингтона, а не на него. Ты ещё не умер, отец мой. Ты ещё не умер, отец мой, говорит полукороль. Уважительное обращение индейцев к французам в его устах звучит насмешливо. Стычка Вашингтона с французами сама по себе не стала бы поводом для серьёзной войны. Но хладнокровное убийство раненого офицера такое французы спустить не могли. Через неделю брат убитого лейтенанта Жеменвилля выступает в поход. Тем временем Вашингтон отвёл своих людей на Большой Луг. Они строят примитивный форт, названный виргинцами не без юмора форт Несесити, то есть не обходился. Вашингтон надеется на помощь полукороля в охране форта. Но индейский вождь потерял доверие к молодому майору. Этот Вашингтон хороший человек, но у него нет опыта. Вечно заставляет нас воевать, выполнять его приказы. А теперь хочет, чтобы мы стояли за него против французов. в той лачуге на лугу. Единственный союзник Вашингтона уходит. У нас нет выбора. Мы останемся здесь. У французов с их союзниками таких проблем нет. они прибыли в сопровождении ста воинов из племен Шауни, Минго и Долавар. Около девяти часов утра 3 июля враг пошел в атаку с криком и индейским боевым кличем. Вашингтон намеревается воевать лицом к лицу на поле, как принято в Европе. Но французы и их союзники индейцы на это дни идут. Они постоянно вели огонь из-за каждого деревца, пня и камня. Мы отбивались как могли, пока ближе к вечеру не хлынул сильнейший ливень, какой только возможно вообразить. Дождь лил сплошной стеной. Вода затопила наши окопы и намочила не только патроны и ружья, но и скудные запасы пороха. Для обороны нам остались только штыки. к ночи положение становится безнадежным. Когда командир французов предлагает условия капитуляции, Вашингтон подписывает намокший документ. Не зная французского, он просит офицера голландца перевести. Выясняется, что это акт мести брата Джеменвилля. Только позже Вашингтон узнает, что в документе содержится признание в убийстве лейтенанта Джеменвилля. Наутро после боя победители французы предлагают Вашингтону со своим потрепанным отрядом вернуться в Виргинию. Весть о его поражении быстро распространяется. Не о такой славе мечтал молодой Вашингтон. По иронии судьбы, это произошло 4 июля 1754 года. Поражение у форта Несесити оказалось катастрофой и для полукороля. Остатки авторитета, который он еще имел среди местных индейцев, теперь улетучились. Через месяц он был убит. Один доловарский вождь так описывал нестабильную обстановку в долине Огайо осенью 1754 года. Похоже, дела приняли другой оборот, говорит он. Дучи войны сгущаются и могущественный иракетский союз обдумывает свою стратегию. Приняв чью-либо сторону в этой войне бледнолицых, они будут вынуждены воевать против других индейских племен. Но если они будут хранить нейтралитет, есть шанс, что французы или англичане захватят долину Огайо, и тогда иракезы потеряют все. Более ста лет коренные жители северо-востока континента натравливали друг на друга англичан и французов. Но теперь возросшие имперские амбиции европейцев угрожают уничтожить их самих. По другую сторону Атлантики в Версальском дворце король Людовик XV и его министры всю зиму 1755 года занимаются подготовкой к защите своих интересов Северной Америки. К тому времени, как на реке Святого Лаврентия растаял лед, в Канаду было отправлено 1800 французских солдат. Король Георг II и его министр Уайт Холли действовали еще быстрее. Ранней весной 1755 года Виргинию отплыл отряд из тысячи красных мундиров. Британский план состоял в том, чтобы напасть на французов одновременно в долине Огайо, на севере штата Нью-Йорк и в Новой Шотландии. Эта тройная атака должна была оттеснить французов обратно в Канаду. Война стала неизбежной. Первое. Войска, которыми я имею честь командовать, захватят Форт Дюкен и таким образом выбьют французов с развилки Огайо. Второе. Дерзкий план, особенно если учесть личность главнокомандующего, посланного Лондоном воплощать его в жизни. Генерал Эдвард Бредок, политикан и карьерист, почти не имел боевого опыта. Заняв этот важный пункт, мы двинемся к Ниагаре, если позволит время года. А я думаю, позволит, ибо Дюкен вряд ли задержит меня дольше, чем на 3-4 дня. Первая цель Бредока Форт Дюкен охраняется французами и их индейскими союзниками. Он расположен в стратегически важном месте в развилке Огайо и контролирует все движение по долине реки. Напасть на него смелое решение. Карлайл Хаус, Александрия, Виргиния, апрель 1755 года. Как я уже говорил, джентльмены... Но с самого начала генерал сталкивается с политическими проблемами. Бредок ожидает, что колонии покроют расходы на военную кампанию, но губернаторы колонии отвечают, что их законодательные собрания предпочитают язык просьб, а не приказов. Фи, джентльмены, не говорите мне, что у вас не хватает власти, чтобы заставить свои собрания выполнять волю короля. Дело срочное, нельзя терять времени. Нет нужды напоминать вам, что эта экспедиция предприятия дорогостоящая. Я не могу выразить свое негодование на провинции Пенсильвания и Мэриленд, которые отказываются вносить свою долю. Что же касается индейцев, эти дикари, возможно, и кажутся страшными врагами американскому ополчению, но на регулярные войска они не произведут никакого впечатления. форт Камберлинд, штат Мэриленд, май 1755 года. Поход Брэдека на форт Дюкен весной 1755 года начинается позже, чем планировалось. Армия ждет у форта Камберлинда в Мэриленде. Как и в каждой армии того времени, здесь на полулегальном положении находилось почти 200 женщин. Они обстирывали солдат, готовили еду и ухаживали за ранеными. Этой стирки конца нет. Бетси, когда полк твоего мужа шел в бой, тебе было страшно? Я имею в виду за себя. А вдруг враг нападет с тыла? Честно говоря, Сара, я никогда не была рядом с войсками в настоящем сражении. Но на твоем месте я бы не волновалась. Сержант говорит, что лягушатников мы задавим численностью. А что до индейцев, то всем известно. Наших солдатам нипочем не победить. Сержант говорит, что генерал Брэдек даже не хочет, чтобы эти дикари сражались на нашей стороне. Вот какого на них мнения. Не говори мне про генерала Брэдека. Ты ведь слышал, что он приказал хирургам освидетельствовать всех женщин на предмет болезней. Это же просто оскорбительно. Я замужняя женщина, а не девка. Лучше бы мужиков осмотрели. Генерал Брэдек назначает Джорджа Вашингтона одним из своих адъютантов. Хотя это не официальный пост, Вашингтон хватается за возможность служить рядом с британским офицером такого высокого звания. Наши люди прекрасно выглядят. Да, сэр? Генерал приказывает проводить ежедневные строевые учения для поддержания дисциплины. На руку! На плечо! Но примерно треть армии Брэдека составляют жители американских провинций, необученные новобранцы из Виргинии, Мериленда и Пенсильвании. Брэдек отмечает их полное безразличие. Не только строевая подготовка непривычна американцам. Суровые наказания за малейшие провинности дают им возможность ближе познакомиться с нравами, царившими в армии Георга II. Большинство американцев такого еще не видело. Ночью индейцы, живущие неподалеку от форта, устраивают представления для англичан и американцев. Танцы, демонстрирующие боевой стиль воинов. Теперь солдаты знают, как на самом деле звучит знаменитый индейский боевой клич. Американцы советуют Брэдукум быть полюбезнее с индейцами-союзниками. Но презрение генерала столь очевидно, что все индейцы, кроме семи разведчиков, уходят. В июне 1755 года наконец-то начинается поход Брэдука на долину Огайо. Обоз из фургонов, пушек, лошадей, женщин растянулся на 4 мили. Триста лесорубов расчищают путь. Такой логистический подвиг был под силу только британца. Провести целую армию по стомильному маршруту через густой лес, крутые горы и болотистые речные броды. За неделю они прошли всего 22 мили. Разочарованный медленным продвижением, Брэдок разделил силы и возглавил передовой отряд численностью в 1400 человек. Это третий поход Вашингтона в долину Огайо. На сей раз он надеется наконец-то выбить оттуда французов. Основная часть армии пока не подвергается прямым нападениям. Другим не так повезло. Английский вестовой Джеймс Смит попадает в плен далеко от колонны и оказывается во французском форте Дюкен. Беги со всех ног! Прогон сквозь строй обычное наказание для всех попавших в плен к индейцам. Смита передают французам. Ему предстоит сидеть и ждать когда англичане дойдут до форта. После трех утомительных недель британская армия наконец-то достигает реки Мононгахила всего в нескольких милях южнее форта Дюкен. Боевой дух англичан высок. Армия Бредака прошла почти сто миль. Его инженеры мастили гатя через болото. Моряки соорудили специальные снасти чтобы перетащить тяжелые пушки через горы. Все худшее позади. Как только они дойдут до форта их уже ничто не остановит. Надеюсь что вечером мы будем пить заповеду в форте Дюкен. Несмотря на свое высокомерное упрямство быть может и благодаря ему Бредаку удалось транспортировать современную армию и артиллерию вглубь леса. Вашингтон потрясен. Именно таким офицером стремится стать молодой виргинец. Индейцы разведчики служащие во французской армии внимательно наблюдают за передвижением неприятеля. Когда весть о приближении британской колонны достигает форта Дюкен французы понимают их единственная надежда устроить засаду англичанам у переправы через Мононгофилу. Но индейцы боялись связываться с крупной вражеской силой. французский капитан Лейнард де Беже надевает индейскую боевую одежду и раскрашивает себе лицо в знак солидарности который британцам никогда бы не пришел в голову. Это сработало. Индейцы соглашаются пойти в бой. Форт Дюкен 9 июля 1755 года. Впереди британской колонны пенсильванский торговец Джордж Кроэн с оставшейся семью индейскими разведчиками. Быстро проходит последние мили до форта Дюкен. Отряд капитана де Беже состоящий из 900 индейцев канадцев и французских военных так же быстро движется навстречу колонне Брэдека все еще надеясь застать ее врасплох у переправы. Невозможно сказать кто больше удивлен когда они встречаются в лесной чаще. в бой вступают элитные британские гренадеры британские марш Божжо уводит индейцев и канадцев в лес он будет сражаться по-индейски Вначале кажется что высокодисциплинированные британцы одерживают верх их ружейные залпы разят ряды неприятеля Божжо погибает одним из первых но как только индейцы и канадцы оказываются в горах по обе стороны от англичан все меняется Вашингтон и другие офицеры пытаются удержать боевой порядок французские солдаты становятся цепью на пути английской колонны не давая ей двигаться вперед а индейцы и канадцы обстреливают их с флангов британцы вынуждены отступить но на узкой лесной тропе они натыкаются на тех кто идет за ними начинается хаос беспорядочная масса красных мундиров делает их легкой мишенью для стрелков в лесной чаще артиллерия оказывается абсолютно бесполезна проклятие проклятие бой Сюда, трус несчастный Держите строй, держите строй Позвольте виргинцам воевать так же, как неприятель Мы применим тактику индейцев Ни в коем случае, сэр, не забывайтесь Генерал Генерал ранен Очень скоро нападавшие пробиваются к аргергарду британской колонны Говорят, что из 54 женщин, следовавших за армией Бредака в тот день, вернулись только 4 Некоторые из пропавших без вести позже оказались в Канаде, выкупленные французами у индейцев Через три ужасных часа все кончено Потери французов и индейцев составили всего 21 человек В то время как британцы потеряли убитыми и ранеными почти тысячу Под Вашингтоном погибло несколько лошадей, но сам он не пострадал Остатки армии Бредака спешно отступают Ужасающие сцены той страшной ночи невозможно описать Мертвые, умирающие, раненые, стоны, причитания, крики о помощи Все это способно пронзить даже сердце из алмаза Глупости последствия ведения боя в лесу Компактными формированиями Против индейской тактики Которые в некотором роде были предсказаны Теперь стали очевидны в полной мере Весть о славной победе французов и индейцев достигла форта Дюкенг к концу дня Английский пленный Джеймс Смит так вспоминал возвращение индейских воинов На закате я заметил небольшую группу индейцев Возвращавшихся с десятком пленных Я стоял на стене форта до тех пор Пока они не начали мучить одного из пленных Его привязали к столбу и стали тыкать в него горящими головешками Смит уверен, что и его ждет такая же участь Однако он будет принят в индейскую семью Взамен погибшего в бою родственника И проведет шесть лет среди индейцев Французы знают, что свои победы они обязаны индейцам А те собирают военные трофеи Чтобы принести домой доказательства своего великого подвига В Европе победители стали бы преследовать убегающих англичан И разгромили бы их окончательно Но здесь, в Северной Америке У коренных народов совсем другие цели Они воюют не ради империи А просто пытаются выгнать захватчиков со своей земли Как бы то ни было Сегодняшнее сражение закончено На пятый день отступления Генерал Брэдок умирает от ран В лагере близ Грейт Мэдоус Храбрый, но неудачливый генерал Брэдок Испустил последний вздох Его предали земле с военными почестями И мне выпало проследить, чтобы это было исполнено Его похоронили на дороге По которой шла армия Чтобы его могила не была обнаружена Жорж Вашингтон до конца жизни будет восхищаться Храбростью Брэдок на поле боя Пистолет генерала и его окровавленный пояс Будут всегда храниться на почетном месте В Маунт Вернон Еще многие годы после битвы при Мононгохиле Люди будут находить здесь непогребенные кости Британских и американских солдат Но империи так легко не сдаются И Великобритания, и Франция Заплатят высокую цену кровью За такой приз, как Северная Америка Это было только начало Ни одна из сторон не представляла себе Как дорого обойдется им эта война Сколько еще сражений им предстоит проиграть